О ремонте, окончание которого ждут тысячи автомобилистов. В столице Чувашии продолжается масштабная реконструкция одной из главных чебоксарских магистралей проспекта Ивана Яковлева. Работа закипела там в начале сентября. Ход ремонта сегодня проверил глава администрации города Алексей Ладоков. Когда горожане смогут беспрепятственно проехать по обновленной дороге, узнавал Рифат Ваткулин. От кольца проспекта 9-й пятилетки до улицы Ашмарина большое количество спецтехники. Рабочие круглые сутки готовят земляное полотно. Проведены самые сложные работы, заменены подземные коммуникации, передвинуты ветки газа и водопроводов. Дорожники уже начали укладывать первый слой асфальта. До сегодня остается работа по врыске действующей сети вот этих новых линий и запуск газа и воды по новой линии. В нижние слои, конструктивные слои укладываем крупнозернистые асфальтобетонные слои. После двух слоев это крупнозернистые плотные и крупнозернистые полости укладываем. И на них уже окончательно укладываем щебеночный масличный асфальтобетон ШМА-20, но лучше него в России пока не придумали. Подрядчики уверяют, такое покрытие прослужит долго и обеспечит хорошее сцепление шин. Общая протяженность дороги почти 2 километра. Работа идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это одна из самых крупных дорожных реконструкций в городе. Стоимость почти 700 миллионов рублей из бюджета всех уровней. В этом году задача освоить 300 миллионов рублей и мы видим, что мы задачу выполним. В прошлый раз мы приходили, были вопросы с проектом. Подрядчикам эти вопросы решены. Сегодня мы видим, что работы выполняются в соответствии с установленными сроками, с утвержденным планом. Сомнений в том, что сможем запустить дорогу до конца года, нет. Запрет на движение автомобилей на время ремонта удручает автомобилистов, но позволяет ускорить все работы. Ведь через этот участок проходит более 50 инженерных сетей. Об этой дороге давно мечтали. В первую очередь просили жители поселка Южина и Ольгешево, потому что в очень плохом состоянии это была дорога. Всего трехполосная. Езжать в город одна полоса. И поэтому многие машины по Канажской трассе заезжали через Ольгешево, заезжали через Южный город. И, конечно же, это какие-то неудобства представляли для жителей. Теперь дорога станет шире. Полос будет шесть. Вдоль магистрали выстроят тротуарную сеть, установят освещение, светофоры и пешеходные переходы. Следующий этап участок улицы Ашмарина до Канажского шоссе завершится в 2020 году. Автомобилистам придется терпеть заторы сейчас, чтобы ездить по новым ровным дорогам потом. Рифат Фаткулин, Валерий Рязюков, Республика.